Приветствую! Служить будут все. Эту фразу мы неоднократно слышали от политиков, от военных. И я предлагаю разобраться с этой фразой с точки зрения Конституции Украины и законов Украины. И понять, а насколько эта фраза вообще корректна, насколько она соответствует действующему законодательству Украины. Ну и конечно же предлагаю поговорить о фактическом положении вещей. Не только о юридической стороне этого вопроса, но и о фактической. О том, насколько реально вообще реализовать вот это положение. Служить будут все. Итак, начинаем мы, естественно, с самого начала. А самым главным актом для нас является Конституция Украины. И как бы нам кто ни говорил, что она на паузе, как бы нам не пытались эту мысль заложить. А зачем, кстати, эта мысль закладывается? Эта мысль закладывается для того, чтобы человек, зная о том, что Конституция на паузе, не очень-то и хотел отстаивать свои права. Так вот, друзья, мы прекрасно с вами знаем, что несмотря на введение военного положения в Украине, несмотря на проведение мобилизации в Украине, все равно Конституция не на паузе. Не должна быть на паузе, не предполагает какую-то паузу Конституция Украины. Она работает, но да, с некими ограничениями, которые предусмотрены 64-й статьей. И вот теперь мы сейчас с вами посмотрим 65-ю статью, где как раз предусмотрена вот эта воинская обязанность граждан Украины. Итак, смотрим. И мы видим, что в статье 65-й написано, что захист ветчизны, незалежности, территориальной отсилесности Украины, шанувание ей державных символев е обовязком громадян Украины. И действительно, прочитав это положение, можно прийти к выводу, что действительно все обязаны служить и все будут служить. Но так ли это на самом деле? Ответ нет, нет и еще раз нет. Почему? Потому что кроме части 1-й статьи 65-й Конституции Украины, есть еще и часть 2-я. А в части 2-й уже сказано совсем другое. Громадяны, ведь бывают войсковую службу, ведь повидно до закону. И здесь нет никаких противоречий. Часть 1-й статьи 65-й Конституции Украины определяет, что именно граждане Украины и только граждане Украины должны защищать территориальную целостность и независимость Украины. И это только их обязанность. Это не обязанность граждан Зимбабве, это не обязанность граждан Соединенных Штатов Америки, это не обязанность граждан Японии, это обязанность именно граждан Украины. Защищать свою страну и уважать ее государственные символы. Снова-таки, это не обязанность граждан Австралии, их не касаются наши государственные символы. А вот когда дело идет о призыве на воинскую службу, Конституция четко говорит в порядке, установленном законом. И вот здесь возникает вопрос, а какой же это закон? А в первую очередь, это закон о воинской обязанности и воинской службе, и, конечно же, закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. И мы с вами прекрасно понимаем, что когда мы открываем эти законы и начинаем читать, нет нормы, которая обязывала бы всех граждан Украины служить. Нет, нет такой нормы. Более того, эти законы четко определяют, кто из граждан Украины может быть призван на воинскую службу во время мобилизации, либо теперь уже на базовую подготовку, да, а раньше было на срочную службу. Кто из граждан Украины может быть призван на службу по контракту. Это все определяет закон. И, например, если мы говорим о мобилизации, то нужно посмотреть статью 39 закона Украины о воинской обязанности и воинской службе. А во взаце 2, части 1, статьи 39 указано, что на військовую службу під час мобилизации призываются резервисты та військовозобовязані, які перебувають у запасі і не забраньовані в установленому порядку на период мобилизации. Незалежно від місця їх пребування на військовому облику. То есть закон говорит, что не всех граждан Украины можно призвать в связи с мобилизацией, а только тех, кто резервистами является и военнообязанными. И это при том, что если эти люди не забронированы, то есть даже не всех резервистов и военнообязанных можно призвать. Но и это не все. Ведь мы с вами знаем, что есть еще статья 23 закона о мобилизации, а там основания для получения отсрочки от мобилизации. И этих людей снова не может государство призвать, потому что оно же само дало им эту отсрочку. Оно исключило их из перечня тех лиц, которых можно призвать в связи с мобилизацией. Если мы пойдем дальше, и уже даже не нужно нам смотреть закон, чтобы понять, что пятилетний ребенок не обязан защищать государство, не обязан идти на воинскую службу даже во время военного положения и мобилизации. Ни у кого же нет в этом сомнения. Так и 70-летний старик тоже не обязан идти на воинскую службу. Нет у него такой обязанности. Потому что законом определено 18-60. А если мы говорим о призыве во время мобилизации, то это 25-60. Все. Эти люди уже не обязаны отбывать воинскую службу. Идти и, собственно говоря, защищать государство. Они исключены законом из этой обязанности. Их освободили уже от этой обязанности. Либо еще в силу возраста, да, небольшого возраста. Они еще не обязаны это делать. То есть, когда нам говорят, что все будут служить, ну, это показывает лишь то, что человек, скорее всего, просто не знаком с особенностями действующего законодательства. И все. Нет, все служить не будут. Не призовете вы 90-летнего старика, не призовете вы мужчину, которому, не знаю, один годик. Ну, он же ж мужчина, да. Ну, их нельзя призывать во время мобилизации. Ну, и даже если, там, да, вот, можно сказать, что, ну, законы же можно поменять и разрешить. Ну, даже в этом случае призывать годовалого мужчину. Ну, мы понимаем, насколько это бредово звучит. С фактической точки зрения, да, с юридической мы закончили. Хотя, да, давайте же еще скажем про женщин. Опять же, женщины-то не призывные. Призывные, то есть у нас на сегодняшний день стать на воинский учет должны только те женщины, которые имеют медицинское либо фармацевтическое образование. Они обязаны стать на учет, и вот их могут призвать после этого. А те женщины, которые не имеют такого образования, все. Они в соответствии с законом могут становиться на учет лишь добровольно, и если они этого не сделали, все, и призвать их нельзя. На сегодняшний день. То есть, опять же, да, мы сразу, скажем так, половину населения Украины исключаем. Да, женщин, пусть даже по возрасту возьмем, там, от 25 до 60 женщин мы не призываем практически всех. То есть, ну, понимаем, с юридической точки зрения служить будут все, максимально некорректная фраза. С фактической точки зрения. Ну, так же она не очень корректна. Ну, во-первых, давайте так. Можно ли призвать всю страну одномоментно? Да, нет. Ну, конечно же, нет. Даже если мы просто берем мужчин, вот, всех мужчин, которые в возрасте призывном. Ну, невозможно призвать, потому что их просто... А где столько обмундирования взять, а где столько оружия? Просто его нет. Это раз. А, во-вторых, выживет ли страна после этого, да? То есть, если сейчас всех мужчин призвать, то возникает вопрос, ну, это же нужно призвать и тех, кто обеспечивает энергетику в нашей стране. Если мы заберем оттуда мужчин, ну, что будет? Женщин там столько нет на сегодняшний день. Просто вот объективно нет столько специалистов. А если мы заберем, там, не знаю, всех хирургов, да, что будет? Беда, коллапс будет со страной. То есть, это даже с фактической точки зрения невозможно. Не говоря уже о том, что, ну, призывать, если мы говорим о всех, да, призывать, там, 80-летних бабушек, ну, это бред полнейший. То есть, и с фактической точки зрения эта фраза тоже, ну, как бы так себе, да, тоже абсолютно некорректно, если быть уже прямо говорит, да. Поэтому, друзья, когда вы слышите, что служить будут все, надо понимать, что вот человек, который заявляет это, это скорее вот просто для громкого слова. И юридически на сегодняшний день, и фактически реализовать эту фразу, этот посыл, просто не представляется возможным. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Его название вы видите вот здесь, а ссылочка будет в описании к данному ролику. Традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.